Честно говоря, голову сорвал, даже хриплю, но это нормально. Значит, первое, что хочу сказать, что когда в 1-8 финале попался нам «Зенит», я, честно говоря, обрадовался, как это ни странно, потому что именно с такими соперниками, играя против таких высококлассных футболистов, каким углодает команда «Зенит», приобретается бесценный для футболистов опыт и такие игры, как сегодня, конечно же, футболистов, особенно нашим футболистам, которые первый год участвуют в премьер-лиге вообще, как вы знаете, игроки у нас второй из первой лиги, конечно же, для них эта игра на всю память останется. Поэтому еще раз говорю, конечно, для ребят очень, наверное, такой момент, запоминающий то, что они сегодня играли именно против «Зенита» и именно на Петровске. Второй момент, если говорить уже по игре, очень рад то, что команда моя сегодня, на мой взгляд, играла раскрепощенно, не побоялась тех сборов, о которых я уже сказал, и провели очень-очень зрелищный матч, очень качественный футбол показали, которые имели достаточно много голевых моментов, ну так же, как и соперники, естественно. Считаю, что, может быть, в какой-то степени, конечно, нам повезло, потому что, учитывая, что мы проиграли со счетом 2-0, на мой взгляд, «Зенита» должен был довести победу до логического завершения. Но рад то, что мои ребята после пропущения двух голов не опустили руки, проявили характер, самоотверженность, строили бойцовские качества, и, как я уже сказал, показали футбол, не боялись этого грозного соперника. В дополнительное время это всегда, конечно, в какой-то степени тоже лотерея, потому что здесь уже команда играет на усталости, ну, в какой-то степени считаю, что нам в дополнительное время больше повезло, на контратаке мы сумели поймать команду «Зениты» за весь решающий третий гол. Конечно, в целом я очень удовлетворён и хотел поблагодарить ребят за этот прекрасный вечер, который подарили бутылские болельщики. Ну, и, надеюсь, петербургские тоже. Спасибо. Прошу ваши вопросы. Представляйтесь, называйте издание. Спасибо. Михаил Григорьев, «Петербургская газета», «Невское время». Да, «Петербургская газета», «Невское время», Михаил Григорьевич. Дмитрий Анатольевич, хочу вас поздравить действительно с красивой игрой. Голы очень эффектные. Третий гол забил Малаен очень красиво. Скажите, а в чемпионате что все-таки Арсеналу не достает, чтобы вот играть, побеждать? Знаете, я уже об этом не раз говорил. Я думаю, что все-таки уверенность в собственных силах. Если вы смотрите наши игры, хоть некоторые игры, то, наверное, видите, что все-таки у нас моменты в каждой игре есть. Хромала реализация. Я надеюсь, что сегодня, забив три гола, нас наконец-таки в чемпионате прорвут. Следующий вопрос. Арнаст Наумович. Конечно, вас особенно хочется поздравить, потому что вы один из надежд наших болельщиков, как российский тренер. Потому что мы уважаем зарубежных тренеров, но мы ждем, что наши тренеры тоже сумеют себя показать. Поэтому отдаем должное вам, как тренеру. Два вопроса, если можно. Были ли какие-то ключевые слова ваши, когда вы ставили задачу на эту игру, и, может быть, и в психологическом плане, а, может быть, и в игровом просто? И второе, может быть, это некое повторение, и все-таки вот этот матч в значительной степени поможет вашей команде играть в дальнейшем, прежде всего, в чемпионате России? Я начну со второго. Я на 99% уверен, что после этой игры, показав, какого футбола, думаю, все-таки ребята, конечно же, будут, и моя команда вообще в целом, будут набирать очки в чемпионате. Я думаю, это придаст уверенность. Отвечаю на ваш первый вопрос, что я говорил, вообще, как готовить команду. Вы знаете, просто таких команд, как «Зенит», много слов не надо. Я могу даже дословно сказать, что я все сказал на установке. Сказал, ребята, покажите себе тот футболец, который бы нам не было стыдно. Понятно, что «Зенит» фаворит. Просто раскрепоститесь и играйте в свое удовольствие. Это то, что я сказал ребятам. Я думаю, к счастью, что это нам удалось. Очевидно, то, что произошло сегодня, это большой шок для нас, поскольку мы отпустили победу за 10 минут до завершения основного времени. Это моя ответственность. Поражение очень раздражает меня. Мою команду, моих помощников раздражает клуб. Мы имели все для того, чтобы пройти дальше, но пару ошибок привело к такому результату, что мы потеряли контроль, а игроки «Арсенала» сработали очень хорошо. По ходу встречи оба соперника имели шансы, и мы могли сделать счет 3-1, но не воспользовались моментом. Конечно, такое не должно происходить. Я очень разочарован, и это моя ответственность, моя ошибка и разочарование. И я не знаю, что мы пережили. Я не знаю, что было страшно, Они ущерб Irlander. Продолжение следует...